Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайтесь обязательно, если еще, тем более, этого не делали. Мы сегодня в полном составе выдвигаемся в прекраснейшее место. Поселок называется Кучугуры. Это Азовское море. Все там покажем, все расскажем. Куда мы едем конкретно, чуть позже вам расскажем. Но едем к тем людям, которые образец, как нужно делать курортный бизнес. Досматривайте до конца, не переключайтесь. Будете 100% удивлены, шокированы, в восторге. Обязательно. Мы выдвигаемся сейчас с Краснодара. Ехать нам, значит, 206 километров. Три с половиной часа будем ехать через Славянск на Кубани. Покажем вам дорогу. Темрюк у нас будет. Голубицкая, кстати, станица будет, которую тоже многие выбирают для своего отдыха. Короче, все будет по пути. Погнали! Покажем вам дорогу. Вот еду и опять ловлю себе на мысль, что очень странная дорога. Вот хоп, знак вестит 90. Разогнался. Потом сразу же за ним знак 60. Окей, сбавил. Заканчивается почти сразу знак 90. Потом опять откуда-то не возьмись 40. Потом 70. Потом 50. Вот сколько едем, вот, ну, всю дорогу вот такая херня. А еще на Кубани очень много вот этих Камазов, которые таскают овощи. Они едут нереально медленно. И за ними создается хвост. То и дело приходится идти на ускорение, отгонять их. Сделали мы первую остановку. Хотим поесть яблочки. Помоем, сейчас перекусим немножко. Ну и, конечно, идем в туалет. Машина-то какая грязная вообще, капец. А вы езжали на абсолютно чистой машине, ну, вы видели сами. Теперь можно ехать дальше. Прикиньте, эти яблоки в Краснодаре по 40 рублей. В Сочи минимальная цена на яблоки была... 110. 110, да, по-моему. Но за 100 я не покупал. 110 рублей. А здесь вот яблочки по столько. Клубничка по 120. Очень вкусные. Будем обжираться фруктов. И вот мы сколько едем, погода меняется от 18 градусов до 22. То вот, как сейчас светит солнце, то льет. То, что просто стенной. Вот табличка в Славянске на Кубани. Ну что, ребятки, мы 100 лет не видели. Такого заведения, как помпончики. В связи с тем, что мы жили в Сочи и путешествовали по-большому Сочи. И да, кстати, мы же написали свой авторский гайд по-большому Сочи, с которым вы пропутешествуете с легкостью и с удовольствием. Вот оно КП. Находится прямо на трассе. Мы сейчас здесь зайдем, попушим и заодно по цене покажем, сколько здесь обойдется нам обед. Итак, давайте я покажу вам, что мы заказали. Вот, смотрите, значит, пельмени. Четыре порции, две с бульоном, две без, со сметаной, с зеленью, с сгущёнкой, пончики, четыре штуки. И вышло у нас на 1139 рублей. Как это всё выглядит, сейчас покажу. Так, а выглядит, ребята, это всё так. Пельмени с бульоном и с зеленью. Это сгущёнка. Вот такие пончики. Зелёный чай. И детворим пельмени со сметаной. Вот, всё, нам приятного аппетита и дальше в путь. Мы покушали. Плотненько, ажи, объелись. Ехать нам 72 километра пишут ещё 1 час 13 минут. А мне уже с белой дачи скинули фотографию, что у них светит солнышко. Посмотрите, какая красота. Поехали быстрее туда. Ну что, мы заезжаем в Темрюкский район. Вот, основан в 1556 году. Да, древний городок. Если ехать по объездной, то на 5, по-моему, или на 6 километров выйдет крюк побольше. Но я думаю, что однозначно побыстрее, потому что здесь вообще нельзя разгоняться. Что тут из интересного? С одной стороны получается, видите, такой частный сектор. А с другой стороны, такие пятиэтажечки. Смотрите, тут даже есть торговый центр. Есть семейный магнит, бегемотик, аптеки, Спортландия. Называется ТЦ Южный город. Музей Военная горка. Смотрите, здесь стоят самолёты, видимо, которые в войну участвовали. А вот есть ещё вот такой торговый центр. Не успел я вам его заснять. Но вот в этом торговом центре уже много привычных магазинчиков. Вот такой тут сквер. Ребятки, посмотрите, какой прекрасный вид здесь открывается. С пригорка на Азовское море. Спасибо тебе, Азов, что встречаешь нас с таким солнцем. А пляжи-то, гляньте, пустые, песчаные. Ой, какая красотища. Прикиньте, ребята, едем вдоль Азовского моря. И вот это вот всё просто автокемпинги. Сколько мы уже штук 8 точно насчитали. Один за другим. Где-то есть кемпинги вот с такими вот домиками. Видите надпись? Кемпинг. Но при этом есть гостевые дома. Дальше кемпинг. Видите, ещё один кемпинг. Их тут так много. Обалдеть. И вон туда проход. К морюшку был. Судя по карте, у ребят так называемая дачка. Прям недалеко от морюшка находится. Но мы с вами всё заценим прям, сколько ходить, сколько бежать. С улицы Ленина мы поворачиваем налево. К морю. Прям к морю. И где-то здесь, через 100 метров, будет та самая белая дача. Я, конечно, вообще в предвкушении. Что же нас ждёт? А ждёт нас, ребята, вот что. О, посмотрите, какая красотища. Домики, мамики. Ау, как красиво. Уже с первых прям... С первого прям вида. Как спокойствие, да? Смотри, какая красота. Ну что, мы доехали. Теперь знаете что? Ребят, теперь давайте я на эмоциях, вот на всех своих качественных, вам покажу здесь всё. А потом мы проведём здесь 3 дня и тоже вам покажем в этом выпуске. Погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий, Дмитрий. Дмитрий, Дмитрий. Субтитры сделал DimaTorzok Да. Не, мы должны мороз были привезти. Я вам сейчас домник покажу. Вот, ребята, инстаграм. Да, что там вещи сразу. Это песочек. Ой, как уютно. Смотрите, как всё белое. Всё по цвету. Здрасте. О, как красиво. Домик вам покажу. вы понимаете отношение людей к своему делу нет слов вот домики смотрите вот третий домик хорошее число цифра 3 здесь в общем все есть все оставили все чистенько десна проводички вода у нас бытовая радион стоят обувь с ними обувь так более подробно я расскажу чуть позже но сейчас примут сходу с презента детям кровати с игрушками приехали вот так вот ящик да просто шикарно пойдем я тебе покажу что у лего по доставочке если кто-то заказывает сделай дачу я не знаю что мне надо было показать они пойдем пойдем очень вкусно готовят не по адресу а именно говорите белая дача мы вас нашли не по адресу мы по белой даче нашли он не ищет почему за 12 дом Артем ты где? он пошел что там значит мангальная зона прямо а вот пожалуйста на свободном доступе можно подходить и все ребята это кухонка здесь мы будем готовить холодильничек это наш номер да слушайте нереально круто кровать новое бельишко пахнет деревом домики новенькие смотрите как классно сделан дизайнерски значит деткам сделали презент это особенно приятно когда вы приезжаете с детьми я точно знаю про что я говорю а детям так вдвойне приятно значит здесь есть у них ну конечно да правила обязательно есть приедете читайте и соблюдайте ребята не обесценивайте никогда труд тех людей которые для вас делают такой прекрасный отдых это конечно мое будет рабочее место и вы можете заметить что здесь вся мебель новая классно ящички телевизор зеркало в полный рост вешалочки так вот здесь еще такие есть вешалочки все можно разложить здесь для наших вещей да если вы приезжаете надолго здесь можно далее смотрите раковина все чистенькое зеркальце есть фен бойлер окошечко здесь такая маленькая комнатушечка но в целом помыться хватит в туалет сходить хватит и забота о детках то есть вот посложили и да все здесь чистенько вымыто аккуратно все родиончик давай забегай а еще здесь очень интересно то что да вот вы просыпаетесь у вас такое панорамное окно это вообще моя страсть очень классная смотрите как встречают ну я не знаю кто-то говорит блин турцию хочу в турцию ребята вот сюда приезжайте сюда назов белая дача все контакты указаны в описании говорите что вы от нас вам сделать какую-то приятную скидку презентик в общем на что попадете но кто вас еще встретит на нашем берегу вот так вот не прошу заметить это не отель никакие там 3-4-5 звезд это лучше и больше потому что это по-домашнему уютно хозяева тут все чистенькое новенькое класс и артем вопрос. Артём, вот сходу как тебе? Это просто клёво. Меня особенно удивил вот этот домик и лего. Детская площадка понравилась? Да, прикольно вообще. Да, я ещё вам не показал. Чуть позже, не переключать я вам покажу детскую площадку. Она тоже бомбическая. Детям здесь можно просто их оставить и заниматься своими делами. Чуть позже покажу. Сейчас фрукты полопаем, вина попьём с Брест и пойдём на море. Смотрим, как у нас здесь пляж. Мы даже здесь нашли свой чемодан, семянный чемодан. Ну вот, с белой дачи. Прикольно, вот. Ещё, ребята, очень круто, что когда вот вы подъехали сюда отдыхать к ним на белую дачу, то они вот продумали, что для каждого здесь хватит парковки. Посмотрите, сколько мест. Конечно, не все приезжают на машинах, но места хватит всем, ребята. А сейчас я хочу с вами прогуляться до пляжа и посмотреть, сколько идти, посмотреть, какой пляж. Я думаю, что он шикарный. Давайте теперь с вами сходим. Здесь много застройки, но нам это всё дело неинтересно. Но уже вот виднеется море впереди. Вообще, Азовское море, оно именно для отдыха с детьми, потому что Азов очень мелкий и детворе. Там безумно комфортно. Но плюс, когда вы останавливаетесь, ребята, вот в таком месте, как Белая дача, ваш отдых будет ну вот без преувеличения великолепный. Здесь, значит, что по дороге, да, если ходить в тапочках, то в принципе нормально. Учитывая, что здесь были дождики, видите, ничего не размыто. Ходить комфортно. Грязи нету. Вот единственное, мы сейчас идем. Вот тут есть вот такая история, да, но летом здесь в любом случае дожди редкость. Просто сейчас период такой, когда весь юг заливает дождями. А в целом, видите, сюда даже можно на машине доехать, здесь паркануться и спуститься к морю. Вот Белая дача. Посмотрите, как здесь по красоте. Блин, какой кайф, ребята, вы себе не представляете. И вот он, спуск на море. Здесь даже установили вот такую вот калитку интересную. Можно здесь пройти, можно тут пройти, но надо проходить вот здесь по ступенькам аккуратненько. Настя, здесь невидимый забор. Проходите через ворота. Его просто не видно, он прозрачный. Вот, ребята, у нас ушло, чтобы дойти до моря. Две минуты спокойным шагом с детворой. Вот оно, Азовское море. Штормит, если это можно так сказать. Люди отдыхают в песчаный пустой пляж. Красота! Да, гляньте, как здорово тут. Ой, сюда даже на машинах, как я понял, заезжают. Классно, вот так вот за горой закат, солнышко скоро упадет за эту гору. Класс! Слушайте, ну, здорово! Да, нам после Сочи ракушек сколько мелких и песочек, это, конечно, класс! Вот, малолюдно. Я вообще за места, где минимум людей, где можно действительно насладиться природой, насладиться пляжем и насладиться морем. Для чего ехать на море, если вы приезжаете, у вас борщ, борщ из людей. Мне кажется, что Азов, если у вас тем более вот такие маленькие спиногрызы, как у нас, ребята, приехали, welcome, вообще. Подпишитесь на инстаграм, ребят, на инстаграм Белой Дачи, ссылочку я оставлю в описании под этим видеороликом и следите за тем, какие даты у них свободны. Растворюсь, 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 растворюсь. Растворюсь в этих красках днях, развенчаю мир про тебя и про себя, и пусть все нелегко, и как-то рвано, меня извлечат собственные раны. Слоняться по пятам и тут и там, по чердакам, по гордой столице, напиться и, как говорится, быть вечно молодым, вечно пьяным, быть одиноким, одиноким и странным. Где же ты, где же ты, где же ты моя? Где же ты, где же ты, где же ты моя? День к концу, ждать тебя, и огни горят. Мне говорят, не будь дурак, оглянись назад Где же ты моя, не фэ, что околдует этот мир собой Не хватит только взгляды, можешь делать все, что тебе надо Где же ты, где же ты, где же ты моя Продумано как на входе, сразу стоит душик, где можно смыть вот этот ракушечный песок Который очень-очень сильно прилипает к ногам, чтобы не тащить все это дело в номер Молодцы, продумано все до мелочей И, ребята, самое главное, что здесь есть, это любовь к детям Я сейчас вам обязательно это вот покажу, прям вместе с вами пройдусь Покажу детскую площадку Смотрите, вот он вход Здесь вот такая зона, где есть качельки Гляньте, вот так вот можно посидеть, поужинать Детский уголок, смотрите, как здорово С логотипом, белая дача А здесь место специально для родителей Можно вот так вот присесть и наблюдать за своими детками Ну и, конечно, за закатом и за рассветом Вот, Настенька продемонстрирует, насколько удобно Это кресло-качель Да, удобно? Кресло-качель Кресло-качель, да Смотрите, для детей есть вот такой еще детский домик И, значит, футбольчик для детей и для взрослых Батут, батут, которым могут попрыгать Смотрите, Темка покажет Здесь есть читальный уголок То есть детки могут и просто отдыхать, а еще и немножко позаниматься Вы можете, как взрослые, им почитать Есть вот такой вот стул-полу-яйцо Здоровское И очень-очень классная штука, ребята Это стол для Лего Смотрите, он вот так закрывается Вот так вот открывается И тут куча всяких разных наборов Раз ящик Здесь вот второй ящик Третий ящик Для более маленьких детишек есть доска Все возможности развития ребенка Это что такое? Это как бези-борд, по-моему, называется Клик Да, да, да Это можно учить моторике развития детей А, это баба? Да, Родион, вот твоя любимая штука Радюша Зайчик белый Зайчик черный Также тут, смотрите, для деток Установлена горка И детский домик Ух ты, как здорово Представьте, как круто У вас есть дома? У ребенка такой домик Вау Да здесь целая квартира Здесь жить можно Посмотрите Я стою тут в полный рост Класс Кухонка Стол, рабочая зона Карандашики Раскраски И все для детворы Вот так вот можно смотреть Что делают другие детки Ну супер же Все надоело Скатился Здорово А здесь Кухня Кухня, где можно Всем желающим Пожарить шашлык Здесь все есть Есть решетки Есть За собой все почистить Махалки Конечно мы как-нибудь Пожарим тот же шашлычок Здесь Значит уголь есть Шампура Вон огромнейшее количество Всем хватит Фен, чтобы раздувать Горелка, чтобы все поджигать Даже есть специальная тарелка Для плова Ну и конечно Немножко нефти Все в таком стиле Очень здорово Раковин Приборы Все есть Гляньте, как это все смотрится И конечно бар Туда ставьте, что вы пьете И можно вот здесь вот Посидеть За детьми Понаблюдать Почилить Ну здорово же А еще для девчоночек Здесь есть такие коляски Чук-чук Чук-чук-чук Чук-чук-чук Мы сегодня вечер Решили Сделать шашлык Картошку Овощи Ну собственно Как мы Любим Кто-то но подписан Знает Это наше Прямо любимое Так, еще у ребят на Белой даче Каждую неделю по воскресеньям Приезжает Анимация Вот они пока здесь готовятся Мы быстро кушаем И покажу вам какой это формат Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Молодцы, ребята! Субтитры создавал DimaTorzok